Челеминский трактор готовится к юбилею. 27 декабря хоккейной команде исполнится 70 лет. К этому празднику мы решили показать вам цикл сюжетов, связанных с историей клуба и его сотрудников. Герои первого такого сюжета – семья Бец. Хоккеем там живут уже четыре поколения. Слово Маргарите Хижняк. Для них самое главное – шнурки. Строгий, но заботливый дедушка Олег Николаевич Бец собирает внука на тренировку. Потуже затягивают шнурки, помогает надеть защиту и каску. В свои семь лет Митя буквально бредит хоккеем. По-другому в их семье и быть не может. Сам пришел, мы же его привели. Увидел прадеда, увидел деда, увидел дядьку, что играет. Тренировка еще не началась, а юный хоккеист уже у корта. На занятия он обычно приезжает самый первый, чтобы хоть одним глазком посмотреть, как тренируются старшие товарищи. Здесь, на Челябинском льду, занимается уже четвертое поколение хоккейной династии семьи Бец. Семилетний правнух известного хоккеиста и заслуженного тренера России Николая Бец. Уже умело орудует клюшкой и шайбой и просто мечтает стать нападающим трактором. Он работал замечающим. Я раньше был хоккеистом, потом постарел, а стал перевернуть. Я хочу идти по его штопам. Знаменитый челябинский тренер Николай Филиппович Бец, форвард. Его считают основателем хоккейной династии. Хотя в игру для настоящих мужчин его привел отец, тоже хоккеист. Родился Николай Бец в 1947 году. Играл в школе трактора. В 1964 году попал в команду мастеров. И в дебютном матче с металлургом забил 4 шайбы. Такого челябинский хоккей еще не видел. Играли в советское время еще на открытых стадионах, даже в минус 30. Правда, в мороз периоды сокращали на 5 минут. Были случаи, даже шайба попадая в воротах, в воротах, в штангу ворот, раскололась. Экипировка тогда тоже существенно отличалась от нынешней. На голове тонкие велосипедные шлемы, на руках перчатки-шубинки, на ногах неудобные коньки-ласточки. Из порта Николай Бец ушел в 1977 году. Из-за травм стал помощником главного тренера. Именно он воспитал таких игроков, как Вадим Головацкий, Павел Лазарев, Виталий Ячменев, Сергей Тертышный и Владимир Кречин. Поставил на коньки и двух своих сыновей, Олега и Максима. Нас постоял, мы в садике еще были. Забирал из садика, в 5 лет нас сюда начали водить. Приведет, оставит здесь и катаешься до вечера. В 1981 году Николай Филиппович из клуба «Трактор» ушел тренировать детей в хоккейную школу «Трактор». Сын Олег Бец работает тут же. Максим Бец живет в Сочи и тренирует молодежную команду «Витязь». Продолжил семейное дело и правнук Николая Беца. На Мите у семьи большие надежды. Дедушки пророчат ему карьеру успешного форварда. Маргарита Хижняк, Ульяна Любимова, Александр Павлов, ОТВ.